ну чё доброе утро мои дорогие телезрители в буквальном смысле слова с петухами из песни петухи уже перестали орать нет вон еще орёт и музыка играет и сейчас через полчаса будет рассвет смотрите небо в облаках то бишь она будет обалденная кока давай кричи петушок побежал в лент тепленький дровяной чаек ребятки и вот такое вот небо красота и музычка местная обалдеть вот на этой веранде мы вчера сидели здесь вот костер шиклей братан сюда смотри наверх иди сюда иди сюда вот завилял иди 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 сюда братьюня вот и побежал к матере ребят кого на наш вокруг не прыгает он спал с ротами оказывается вот точки как виляет и ни иди и бегом 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 под звук гитары борося маша беги сюда братан тебе биповел иди сюда иди ко мне бегом Бегом, 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 братюня, как ты спалась, ну, как спалась, как спалась, где, это отец твой бежит, да, смотри, какой злой, мать, а, да, 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 ну, да, вот это, это мать его, вот смотри, как он радуется, он ее всю ночь не видел, а она тоже, вон, прыгает, а где ты был, скотина, говорит, я тебе дам, он же с этим, с хорватами спал, всю ночь, она его искала, бегала, он там в тепле, она говорит, он в тепле у них в ногах валялся, блин, где всего облезали, о, курицы, все, ребятки, смотрите, вся семейка в сборе, мама, папа и щенок, а где второй ваш, рыжий, какой вид, да, я вижу туман, а, нифига себе дымка, это туманище, обалдеть, мать, да, вот это мать его, да, же, ребенок, я знаю, зачем, я знаю, Продолжение следует... 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 молока пакет больше ничего нет ничего вообще не как там лук помидоры арбуз лежит все даже собачки нечего купить было жалко и мелкий черный наверх забежал сарян ничего не было братан пошли с нами сейчас тетя яйцо перепадет какой-нибудь вот ребятушки и завтрак одно огромное яйцо поэтому искал яйцо слона блин чуть не уронил о яйцо горячее с мяточку и тост еще ног опять пришел его выгнали только что где у него нет у него в руке банка какая-то собака хлеб не ешь так приятно на варенье принесли а марусь и собачка молочком поделивали с хлебушком вкусно и ребятки мы идем искать буддий дом то есть где-то здесь должен быть темпель house of buddha как говорит наш чувак он говорит вы его так сходу не увидите потому что сходу это как простой дом деревянный вот идем посмотрим как он выглядит вообще а здесь школа есть ну да дети это как-то учатся время что-то тарелка здесь электричество есть да вот провод его мы вот в этом доме есть электричество там нигде нет ну вот рыжий откуда привыкнуть и оближивать рожу а это элитные маш туристы потому что здесь реально электричество подожди это нет это не электричество это веревка а вот тарелка а да я сейчас на ногу наступлю что что делаешь то так идем вверх вот ребятка откуда электричество вот два генератора стоят 133 генератора клёво вот откуда они это все берут мы не знаем здесь все закончилось но я слышу шум воды маш колонка какая-то или это или вода или что-то кто-то рубит что-то деревья падают а вон идем туда посмотрим что там вот дом тоже смотри мороз но это уже явно не для туристов не знаю давай посмотрим что здесь я видел смотри что здесь я же говорю воду слышал это бассейн но не бассейна отсюда не воду берут где-то там с гор стекает по ходу так а вот маленький цыплята вообще доцельные дальше вверх я не пойду мороз не вижу смысла куда ну сбегай посмотри что там так вот здесь я с тобой пойду кузьмич кажется нашли я вижу вон оранжевые полотенца сушатся и вон сидит один монах прям реально сидит там значит это и есть божий дом так сказать вон видишь просто не слушаться машет монаши территория не думал что нам сюда можно можно мы ведем посмотрим у монаха есть как минимум радио ребятки я слышу звук песни прям и играет здесь он сразу запеленался потому что видимо он с голым торсом сидел водного надо мы находим вот буду вот у них туалет вот маша будда ну почему и снаружи может быть ну давай сюда поднимемся посмотрим клево как где кур а ну вон вон жарить тип 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 раз-два-три-четыре-пять-шесть семь восемь девять десять типок так морозь давай пошли посмотрим здесь ли буду да вот он у а куда можно образу там еще заходить вот туда но я не пойду я отсюда красота кого-то буду ребятки вот он три штуки больших немного много маленьких так ночах покидаем идем обратно к нам в резервуар она делает куку куку они делают тип 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 смотрите и три петуха вон там вот сверху бегают за одной курицы бедная курица если они ее поймают когда она уже свалила куда-то убежала не на тип 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 клевого и смотрите и кстати с нами монах поздоровался один там сидел остальные видимо в город ушли на службу я не знаю куда то чем они могут заниматься еще за едой добывать пошли а этот сидел и так вот головой кивнул и все так мы возвращаемся к нам деревню так вот сидите ребятки а почему они не в школе ли у них занятия на природе вот это вот школа там только что девочка пробегала и плакала видимо с урока выгнали омарусь твоя подружка облей водой а вчера пела деньги просила вечером вид смотрите туман еще до сих пор не рассеялся там но вот здесь его уже как рукой как крови языком так сказать так а мы идем дальше смотреть на школу час до водопада идем вниз потом еще час до рафтинга там у нас еда плывем 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 и потом город а где слоники дорога клёво таки ты объяснил двум и японцам вот у нас будет тоже самое только у нас еще слоники где-то будет а вот или фанта так ночью ребятки видели до маршрут наш будет интересно ребятки тумана как не бывало такая взял 20 бат то бишь 50 центов иду куплю молочко 60 центов и будут маленьких щеночков смотрите тоже спят вам спад сегодня деденыша поить мелочь какая довольная молоко сколько нибудь что там полная кружка было не уже половину выпили мистер если прелесть врачу не давайте пока пока так что выдвигаемся из этого лагеря сейчас надо заплатить за напитки которые мы вчера выпили и будем спускаться вниз сейчас собачки вперед а потом маруся и мы последний раз мы кинем взгляд на неф-неф наф-неф и нюф-нюф привет неф-неф забегали забегали три поросенка блин привет еще раз пушистик так мы заплатили все будем выдвигаться из этой деревни так ну вот ребятки наши итальянские спортсмены главное яйца когда ели они желток не жрали только белок все а пиво с утра это нормально да чисто по спорту обалдеть выдвигаемся так ребятки мы выдвинулись снова с песней гид хоть без пива с утра пораньше такими вот дорожками так один налево другой направо учить красивый вид последний взгляд игры для фотографий и дернем дальше маша аккуратно камни катятся слышь я умею неплохо идем таким зарослям он вышли сейчас на нормальную дорогу и опять в лес походу это могилка он сказал две кладбища какой-то он ли вам только два человека идем какая природа красивая абсолютно безветренно небольшой прохлад ну прохладой здесь вообще абсолютно не жарко не холодно и комфортно потому что прохладно клёво как будто знаете в машине с климой где-то так градусов на 20 едете прелесть вот это я называю джун джангл трекинг ребятки вот это клёво вот это мне нравится а не то что мы вчера по асфальту шли потом по бетонке по какой-то по убогой дороге вот это да я хребе бамбуковая роща чего-то там телефон достал я думал мачету не дай бог тигра увидим так что случилось назад офигеть наш гид меня постебать ребятки игрок все здесь за животные живут я грудь тигров то нет он показал вон ту гору что там 60 лет назад когда вообще сюда нога человека не ступала блин просто местные там были тигры и потом когда начали деревне строится они приходили сначала скотину жрали и было несколько случаев что и человечные короче завтракали а сейчас нет популяция тигров но то есть там на поубивали по уносили и все игра и какие еще животные здесь живут он говорит тирекс я сначала не поучу помню с тебя дан тирекс и ржет только вы нахрен тирекс ты чё так ну вот красота у нас опять привал отстают все так вот ребятки гуськом 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 мы передвигаемся вы видите тропинка наша змейка из людей так вот идем вокруг зелень природа благодать красота я думаю наши самые медленные французенки перед нами жесть я думаю чем так медленно идем там они других еще нашли вместе на своем балакают так ребятки я короче на обгон пошел я это не вынесу так вот эти двух бы обогнать и вот этих двух которые не из нашей группы и было бы зачетно сама и как говорят французы вуаля все сзади вот эти все двух там спереди дети дети то быстрее идут ну вот так приятнее идти хоть вид видно они чата спина сама руси 4 это она не хочет идем прелесть какая видимо они поют в лесу джунглях чтобы пение слышишь чтобы не потеряться пока первый слышит заднего все ништяк я так думаю по крайней мере красота какая вокруг ох ни хрена себе он вот такой листочек сорвал сделал ему хвостик из этого же листочка и так и между двумя деревьями так дело не в том что он попал между двумя деревьям он полетел как стрела листок простой обалдеть да вот вот он вот так вот тышь вот смотри вот но не порежусь лишь вот он гнется марусь а он его сделал он как стрела вот так у меня не полетел а вот теперь свистеть через него я же говорю он будет еще свистеть так идем дальше ничего себе он говорит сезон дождей ребятки здесь вообще жесть до самого водопада вниз идти это все превращается в огромную горную реку я могу себе представить и просто все стекает стекает какой очень неудобно идти здесь по крайней мере ходим петля им тут ну не скос когда он что-то нашел смори марусь смолу есть что такое что это смола ножичком разрезать можно ну пофиг идем вниз пошли смола вон она потекла ребятка он сейчас его подожгет она будет чуть-чуть плавится ее можно быть есть по ходу мне ничего там не идя только я не понял ради какого прикола он просто поджог ушел вон тот вид сзади еще два других идут сейчас тот последний потушит вон он остановился он потушил он проржал сам понял что-то первый поджог и убежал нифига у него шуточка идем мы же аккуратно глина мокрая скользкая охренеть дорога окей так ну чё наш гид убежал вперед один но который не наш который колен принес вчера всех накуривал так скажем он он убежал вниз и идет поет а мы сами идем на его голос по этой тропинке вот еще три чувака соседней страны так скажем через швейцарию на юг вот прелестная прогулка прогулка на самом деле и уже слышу как шумит водопад я уже слышу водопад ребятки вовсю прям он видимо замечательный идем тут вот раньше прямая дорога была и сейчас ее закрыли там бамбуком перри перетянули как шла бамбуком сейчас покажу почему ну короче сам вода видимо все размыло вообще чертям наш здесь скользко аккуратно вот как здесь раньше была дорога ведь все размыло здесь сделали а здесь черенки торчат аккуратно и корни и люди как бы ступеньками все сделали кайф делаем привал ребят когда слышим здесь ждем остальных давай это легкости будто этого третьего самого мелкого горит еще уходишь еле-еле блин нифига ничего не успеваешь так красотища ну вот ребятки я вижу селение вот и водопад о мару смотри какая дорога здесь пошла кайф или она такая у она еще клево за нее можно держаться она летает висит верней ага хренаси у ё-моё мнение ним нет мне так хорошо вот и водопад все вода горная речка а вон палатка не палатка где люди ждут хижина вот идем вниз но кто вперед всех спустился сережка надоела мне по чуть-чуть ходить так мы сейчас здесь сумки оставим а потом пойдем туда на водопад смотрите на здесь будет 30 40 минут так что вот ребятки кайф какой вот вот мостик по которым надо это все дело переходить кайф красотища ребятки полчаса обалдеть вот рогатки продают здесь стреляют вот оттуда сверху мы спустились с гор кайф а вам бутылка стоит куда все пытаются попасть так ну чё ребятки я уже переоделся вот в таком туалете здесь есть где переодеться и сейчас пойдем купаться прям под водопад а вот день смотрите какая погода ребятки буду говорить громко чтобы вы меня вообще хотя бы кусочек услышали через бокс водонепроницаемый а вон бассейн вон люди купаются ухты как клёво и мы идем с машей туда же это будет зачет марусь смотри прям под водопадом на 1 2 рассчитайся ребятки и прям водопад весь для нас никого нет маруся будет первым открывать первооткрывателем из нас маляных давай плыви плыви молодец там глубоко ой о там камни над ней там а принципе не ровно и осторожно павла аккуратно вот это камень нет это водоросли а здесь ко мне нет клёво обалдеть отсюда окке тема мега ребята мега вся жизнь мечтал это сделать было возможное в швейцарии но я решил не делать а здесь сейчас 22 градуса на улице вода градусов 10 она ледяная для руки холодная так ледяная здесь обалденный песочек просто кайф кайф это был кайф выходим ну и чё сказать ребятки мы с машей самые крутые тут была еще одна маленькая девочка лет так 18 и вообще такая маленькая та которая стояла вылазила перед нами лет 18 короче с идеальной фигурой как раз ее фоткали под водопадом это как знаете с картинки плейбоя отвечаю только она была в купальник вот я кстати фоточку сделал в фейсбуке найдете эту девушку я тоже выложу вот она и мы с вашей все и больше никто не полез воду холодно как она холодно она ноги и ладно она холодно но не ледяная так что миссия выполнена и мы идем дальше так ну чё ребятки это было обалденно это было настолько круто что кайф и на этом я думаю мы наш выпуск закончим следуйте за нами ставьте лайки подписывайтесь коментите это буду рад я не знаю помочь нифига сон с рогатки долбит в эту бутылку дважды триллин дважды попал молодец так вот ребятки да увидимся в новом выпуске новый выпуск начнется именно отсюда как мы отсюда 40 минут будем двигаться опять же через джунгли до места но и будет все это в следующем выпуске двигаемся до места где мы кушаем нас будет ланч после ланча у нас будет прогулка по моему полтора часа мы будем на слонах пробираться через джунгли и закончится это все рафтингом так что камеру плюнул блин так что давайте ребятки до новых серий а 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